здравствуйте мальчишки и девчонки я специально остановил автомобиль чтобы поприветствовать вас меня зовут дмитрий трофимов и сегодня мы с вами поговорим о словесной импровизации а именно что такое словесная импровизация понеслась мне достаточно часто задают вопрос дмитрий а что такое словесная импровизация вот есть базовые навыки общения у тебя да у тебя даже есть видео на эту тему ссылка только что появилась на это видео но что такое тогда словесная импровизация если ты рассказал что такое базовый навыки общения окей словесная импровизация это когда говорите только вы вы я да вот сейчас говорю я и сейчас я тоже включаю словесную импровизацию когда говорите вы а другие вас в этот момент слушают это является словесной импровизации то есть все внимание на вас Потому что вы благодаря словесной импровизации это внимание забираете себе. И вы не просто забираете это внимание, вы интересно рассказываете какую-то историю, может быть, какую-то информацию передаете, может быть, делитесь чем-то. Но суть одна, что человек в этот момент ушки на макушке и внимательно вас слушает. Это основа, это словесная импровизация, когда вы внимание привлекаете себе с помощью вашего говорения. Но это еще не все. Словесная импровизация это когда вы рассказываете истории красиво. Что значит красиво? Это значит, что вы погружаете собеседника, да, вот он слушает вас. В этот момент он погружается в ту историю, которую вы рассказываете. У него перед глазами картинки, той самой историей, которую вы создаете, которую вы рассказываете. Далее, словесная импровизация это эмоции. То есть человек, когда вас слушает, он может испытывать эмоции. То есть вы влияете на него с помощью словесной импровизации. Да. Помимо того, что эмоции, помимо того, что вы создаете истории, вы еще играете роли. То есть вы еще сильнее человека погружаете в это состояние, потому что вы играете не одну роль. То есть в качестве повествования вы можете там сказать, например, сегодня я мальчик, а завтра будут, ой-ой-ой, дедушка. То есть когда вы играете роли, вы еще сильнее человека цепляете своим повествованием. Он хочет дослушать историю до конца. Это очень важно, да. Это все является словесной импровизацией. Ну и самое главное, самое главное, словесная импровизация, это когда вы из ничего можете создать что угодно с помощью говорения. То есть словесная импровизация, само слово, словесная импровизация, да, я словесно импровизирую. Это как джаз. Вы можете рассказать какую-то историю, потом начать, например, делиться сегодняшним днем, как у вас прошел день. Потом передать какую-то информацию. И слова у вас текут рекой, да. Они легко выходят из вашего рта. Вы не думаете, что сказать в следующий раз. Вы постоянно можете генерировать новый контент. Вы постоянно что-то говорите. И людям, главное, что это может нравиться. Помните, словесная импровизация решает вопрос. Она всегда решает вопрос, что говорить и как говорить. И после того, как вы прокачаете, например, под моим наблюдением словесную импровизацию, то в какой-то момент вы действительно забудете о таком вопросе. Что мне говорить? Я не знаю, о чем разговаривать. Я не знаю, я хочу, но я не знаю, о чем мне разговаривать. Именно это словесная импровизация решает. Еще один важный нюанс. У меня в моей методике по словесной импровизации есть еще кое-что. Это словарный запас. Иногда мы забываем слова. Иногда мы не можем вспомнить, не можем подобрать как-то слова. Мы не можем как-то красиво построить предложение. И почему? Потому что у нас маленький активный словарный запас. И благодаря, опять же, у меня есть видео на эту тему, как говорить красиво. Мои методики, также по словесной импровизации, мои практики индивидуальные тоже про это есть. Как набирать словарный запас, чтобы его использовать, чтобы его применять. Чтобы было, опять же, вы так можете закрутить историю с такими словами, что люди так... А что так можно было? То есть они будут вас слушать и понимать, что вы не простой человек, а достаточно интеллектуальный. Потому что у вас разнообразный набор слов, да? Ваш активный словарный запас большой. Это самое главное. Это все словесная импровизация. И напоминаю, что на моем канале уже есть два упражнения по словесной импровизации. Вы их можете посмотреть. Помимо этого, у меня есть практика по словесной импровизации. И вы можете записаться в мою практику. Помимо этого, у меня уже есть примеры на моем канале, где я сам демонстрирую, как нужно применять словесную импровизацию в жизни. посмотрите все это уже есть напоминаю что нужно подписаться на мой канал нужно поставить лайк нужно написать комментарий например дима спасибо я обязательно прокачаюсь по словесной импровизации и у меня также есть паблик у меня есть instagram у меня есть вконтакте у меня есть telegram кстати чат очень активный чат там очень много тем по саморазвитию мы обсуждаем я очень много делюсь информацией именно в телеграме тоже можете туда подписаться я желаю вам как минимум офигенской классной импровизации когда вы прокачаетесь когда вы наконец-то закроете вопрос о чем говорить я хочу чтобы вы кайфовали когда будете включать словесную импровизацию именно это я вам желаю все давайте до связи когда я прокачался по словесной импровизации я понял что моя речь стала более плавной и когда я что-то говорю я понимаю что вот у меня моя речь идет как река она может бурлить а может и очень спокойно и такая речь мне намного больше заходит чем вот когда люди говорят и так немножко сбивчиво знаете или когда пытается подобрать слова или когда не могут подобрать слова я понял что мне нравится моя я знаю что это еще не предел я знаю что еще можно тренироваться и стать еще круче есть я этого захочу и вы тоже если захотите вы можете еще стать круче по словесной импровизации было бы желание